В этом году в Артёме большое внимание уделят ТОСам. Инициатива и неравнодушие будут поощряться материально. Об этом сообщил председателем и представителем ТОС глава Артёма Вячеслав Квон. Вы знаете, опыт Артёма, он показывает о том, что ТОС – это достаточно такая очень хорошая единица, для того, чтобы жители, для того, чтобы вы сами могли участвовать в благоустройстве, в решении вопросов каких-то отдельных улиц, домов. Это достаточно важно. Опыт, который сегодня у вас, у многих накопленный, его нужно как-то поднимать, его нужно сегодня и умножать. Развитие территориального общественного самоуправления поддерживает губернатор Олег Кожемяка. Бюджетом Приморского края предусмотрены средства на поддержку идей ТОС. Как отметил Вячеслав Квон, механизм выделения грантов юридическим лицам ни у кого не вызывает сомнения. Это, конечно, дело хлопотное, но усилия того стоят. Совместно можно добиться многого. В настоящее время в муниципалитете образовано 29 территориальных органов самоуправления. Еще один находится в стадии регистрации. Они охватывают деятельностью 25 тысяч горожан. Самый маленький ТОС, Песчанка, состоит из одной улицы и объединяет всего 11 домов. А самый крупный расположен в заводском. Он объединяет 24 улицы, более 11 тысяч жителей. Большинство из которых активно принимает участие в различных инициативах в интересах всего микрорайона. Поселы с каждым годом у нас красивее и красивее. Это потому, что у нас люди такие. Молодежь, это же вообще замечательные они у нас. Столько насаждений, столько вот этого всего. Всегда подхожу, спрашиваю, ребята откуда? Сами, сами. Ребята вот это делают от души. Это же такое прямо это. Наш поселок с каждым годом становится красивее, уютней, спокойней. Это же вообще большой плюс молодежи. Сегодня и администрация, и общественники готовы оказывать помощь и юридическую, и организационную. Отметила заместитель главы Наталья Волкова. В помощь ТОСам создается информационно-ресурсный центр, который будет оказывать помощь в регистрации ТОС, подготовке проектов и различных консультаций. Кто-то, может быть, действительно захочет построить территорию, делать какое-то углубление, это будет само ручейка. Я не знаю, ваши проекты, их самое главное, красиво и грамотно оформить. В том плане, что сейчас у нас проблема, а когда мы проект сделаем, этой проблемы у нас не будет. Мы ее решим. На встрече подчеркнули, что сейчас важно регистрировать ТОС как юридическое лицо. В этом случае он может принимать участие в различных конкурсах и грантах, получать средства на их реализацию. Такие конкурсы в дальнейшем планирует проводить и правительство Приморья. Положительным опытом поделилась представитель СНТ «Гранит-3». Жители смогли объединиться, создать проект и реализовать свои идеи за счет средств краевого гранта. Так на территории появились детская и спортивная площадка, беседки, парковка, колодец с питьевой водой. На встрече жители поделились тем, что удалось ТОСом сделать в микрорайонах своими силами, с какими проблемами пришлось столкнуться. Некоторые удалось решить, а другие только предстоит. Было бы желание. Луиза Сысоева, Габриэль Филатов, Даная Михайлова. Городские новости. Продолжение следует.